Свой отчет Игорь Шутенков начал с небольшого ролика, в котором наглядно показаны изменения, произошедшие в Улан-Удэ за год. 2020-й для улан-уденцев, как и для всего мира, оказался непростым. Коронавирус едва не парализовал экономику. Однако, несмотря на трудности и ограничения, город развивался. Так, в трех школах Улан-Удэ, благодаря новым пристроям, появилось более 800 дополнительных мест. К открытию готовится новое здание 40-й школы на проспекте 50-летия октября. А на автотранспортный идет строительство еще одной, самой крупной в городе, на 2000 учеников. А еще за прошлый год Улан-Удэ пополнился новыми детскими садами, стадионами, спорткомплексами, трамваями и автобусами. Отремонтированы дороги и дворы. Правда, до сих пор не решена одна из самых острых проблем. В целях улучшения экологической ситуации в городе в этом году необходимо совместно с Минприроды и Республики обеспечить выполнение всех запланированных на этот год мероприятий комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу. В ближайших планах и масштабный ремонт дорог. В текущем году отремонтируют 25 участков. Также планируется завершить строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части города. Но и это еще не все. В целях повышения эффективности, вовлечения молодежи в общественную жизнь, в этом году планируем создать молодежный центр города Улан-Удэ. Создание такого центра даст возможность его участия в различных конкурсах и грантах всех уровней, а также в привлечении спонсорских денежных средств для молодежи. Депутаты не упустили случая добавить в планы мэрии свои пункты. О своем наболевшем, то что инициативу проявляют про льготные проездные. Мы проанализировали и в общем-то льготные проездные есть по всей Сибири и Дальнем Востоке, во всех крупных городах. Яркутяне, Читинцы, все пользуются. К сожалению, у нас этого нету. Я предлагаю в 21 год посвятить этому вопросу, потому что должна социальная справедливость восторжествовать. Уже прорабатывается. Если мы создадим совместную рабочую группу с администрацией и с депутатами, конечно, это усилие нашей возможности, нашей лоббистской возможности. Пронимается, Валерий Иванович. В итоге работу мэра и администрации города в прошлом году признали удовлетворительной. Пользуясь случаем, хочу выразить вам благодарность за год совместной плодотворной работы. Вместе мы готовы брать на себя ответственность за наш город, за конкретные дела. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Было сделано очень много. И вот это все мы видели сегодня. И помимо этого, у депутатов было очень много вопросов. Порядка час лишним Игорь Иванович отвечал на вопросы. И емко, конструктивно. В том числе мы договорились, что создаем несколько рабочих групп, чтобы продолжить нашу совместную работу.